Эта машина стала этапной в истории советского самолётостроения. Никогда прежде тяжёлые многомоторные бомбардировщики не летали так высоко, так далеко и так быстро. Советская летающая крепость Пе-8 в фильме «Оружие». К середине 30-х годов прошлого столетия Советский Союз обладал мощнейшей бомбардировочной авиацией. Её основу составляли самолёты, разработанные в конструкторском бюро Андрея Туполева, средние двухмоторные ТБ-1 и тяжёлые четырёхмоторные ТБ-3. В дальнейшем на смену ТБ-1 пришёл скоростной бомбардировщик СБ. А вот со сменщиком ТБ-3 ясности долгое время не было. Предполагалось, что тяжёлые бомбардировщики будут развиваться по двум направлениям. Одно из них подразумевало дальнейшее увеличение грузоподъёма. Для этого требовались самолёты поистине гигантских размеров. В 1933 году вышли на испытания два опытных сверхтяжёлых самолёта. Шестимоторный ТБ-4 Туполева и семимоторный К-7 Константина Калинина. Велись работы и над гигантским бомбардировщиком ТБ-6, способным доставлять к цели 25 тонн бомб. Однако дальнейшего развития такое направление не получило. Усиление наземных и авиационных сил противовоздушной обороны делало огромные тихоходные машины очень уязвимыми. А расходы на строительство и содержание таких супербомбовозов достигли бы астрономических масштабов. Поэтому вскоре приоритет получили работы над самолётами по грузоподъёмности близкими к ТБ-3, но более скоростными и высотными. Их лётные характеристики и система оборонительного вооружения должны были обеспечивать неуязвимость от нападения истребителей противника. В середине 30-х годов это направление в развитии бомбардировочной авиации окончательно оформилось в проект создания бомбардировщиков типа «Летающая крепость». Такой самолёт с 1934 года разрабатывался в КБ Туполева бригадой Владимира Петлякова. Петляков Владимир Михайлович. Выдающийся авиаконструктор, лауреат государственной премии. Годы жизни. 1891-1942. Родился в городе Новошахтинск в семье чиновника. Окончил Московское высшее техническое училище. Работал в КБ Андрея Николаевича Туполева. Участвовал в создании самолётов АНТ-2, ТБ-1, ТБ-3, АНТ-20 «Максим Горький», ТБ-7. В 1937 году был арестован, в 1940-м освобождён. Погиб в авиационной катастрофе. В первую очередь конструкторам необходимо было решить задачу обеспечения полёта на высоте 10-11 километров. В мировой практике подобная задача решалась с помощью турбокомпрессоров. Они позволяли сохранять мощность силовой установки до значительных высот. По такому пути пошли американцы. В 1934 году фирма «Боинг» начала работу над бомбардировщиком «Б-17». Его двигатели были оснащены турбокомпрессорами. Советская авиапромышленность таких агрегатов не выпускала. Поэтому Владимир Петляков избрал иной вариант решения задачи. Он установил на борту четырёхмоторного самолёта дополнительный, пятый двигатель вместе со специальным нагнетателем. Система получила название «Агрегат центрального наддува». Тем самым повышалась высотность. Высота полёта порядка 9-11 километров. На такой высоте полёта была оптимальная дальность полёта, то есть максимальная дальность полёта, что соответствовало требованиям того времени. Но были проблемы с этой силовой установкой. Она называлась «ЦН-2», разработана была в «МАИ». И двигателя М-34 заменили на двигателя М-35. Компоновка бомбардировщика была выполнена на самом передовом по тем временам уровне. Самолёт имел хорошо обтекаемые формы, убирающиеся шасси, гладкую обшивку, сравнительно тонкий профиль крыла. Все эти качества обеспечили серьёзное снижение аэродинамического сопротивления по сравнению с ТБ-3. 27 декабря 1936 года опытный экземпляр новой машины совершил первый полёт. За штурвалом находился шеф-пилот Центрального аэрогидродинамического института Михаил Громов. Во время лётных испытаний самолёт показал отличные характеристики. Впервые в истории авиации тяжёлый бомбардировщик по скорости превзошёл серийные истребители тех лет. Но доводка и освоение серийного производства этой машины надолго затянулись. В 1937 году и Тополева, и Петлякова арестовали как врагов народа. Работа над бомбардировщиком продолжалась, хоть и невысокими темпами. Наконец, в 1939 году было принято решение о серийном производстве машины, которое получило название ТБ-7, позднее П-8. ТБ-7, П-8, тяжёлый бомбардировщик. Длина 23,6 метра. Размах крыльев 39 метров. Максимальная взлётная масса 35 тонн. Силовая установка 4 поршневых двигателя АМ-35А мощностью по 1200 лошадиных сил. Максимальная скорость 430 километров в час. Практический потолок 11250 метров. Практическая дальность при полной нагрузке 3500 километров. Вооружение. Две пушки калибра 20 миллиметров, два пулемёта калибра 12,7 миллиметра, два пулемёта калибра 7,62 миллиметра. Боевая нагрузка авиабомбы массой до 5000 килограммов. Экипаж 9 человек. П-8 строился мелкими сериями на авиационном заводе в Казани. Всего было выпущено 93 бомбардировщика. Судьба оказалась неблагосклонной к этой выдающейся машине. Серийное производство начиналось и останавливалось несколько раз. Главной причиной была неясность в вопросе, насколько вообще необходим ВВС Красной Армии этот самолёт. В конце 30-х годов советское военно-политическое руководство пришло к выводу, что стратегическая бомбардировочная авиация в будущем европейском конфликте не понадобится. Новая концепция была отражена на совещании в Кремле весной 1939 года. Считалось, что судьба войны будет решаться во фронтовой и оперативной полосе за счёт полного разгрома вооружённых сил противника. Основные удары должны были наносить бронетанковые соединения и армады самолётов фронтовой авиации. Место для летающих припастей в такой войне никто не видел. По этой причине Советский Союз перестал уделять внимание многомоторным машинам и вскоре утратил первенство в области тяжёлого самолётастроения. Серийные Пе-8 начали поступать в строевые части военно-воздушных сил в 1940 году. К началу Великой Отечественной войны освоить самолёт успели только единичные экипажки. Впервые тяжёлые бомбардировщики Пе-8 были использованы в начале августа 1941 года при налётах на Берлин. Эту операцию проводили лётчики ВВС Балтийского флота и авиации дальнего дизеля. Налёты имели в первую очередь политическое значение. Если говорить про эффективность, то, ну, сами посчитайте, от Ленинграда долететь до Берлина, там отбомбиться и вернуться обратно. В принципе, это те задачи, которые были для дальней авиации на то время. Десять дальних бомбардировщиков стартовали с аэродрома Пушкина под Ленинградом. До цели дошли шесть машин. Вернулись домой две. Остальные вышли из строя по техническим причинам или были сбиты зенитками. В том числе собственными. Засекреченные машины были неизвестны советским зенитчикам, и они открывали огонь по четырёхмоторным гигантам. Один бомбардировщик был сбит краснозвёздным ястребком И-16. Несмотря на малочисленность, бомбардировщики Пе-8 постоянно участвовали в боевых операциях. Вместе с Ильюшинскими Ил-4 они бомбили цели в тактической глубине. Летали на этой машине в глубокий тыл противника. Не только для бомбардировок, но и для выброса специальных разведывательных и диверсионных групп. В составе авиации дальнего действия тяжёлые крейсеры Петлякова использовали в первую очередь для нанесения бомбовых ударов по особо важным целям. В этих случаях на Пе-8 подвешивались ФАБ-5000. Самые мощные советские авиабомбы массой 5 тонн. В июле 1943 года ФАБ-5000 обрушились на войска вермахта в ходе пульской битвы. Приходилось бомбардировщику Пе-8 выполнять и сверхсекретные специальные задания. В 1942 году экипаж лётчика Энделя Пусепа доставил на переговоры сначала в Великобританию, а затем в США советскую делегацию во главе с наркомом иностранных дел Вячеславом Молотовым. Самолёт, снабжённый агрегатом центрального наддува, прошёл через линию фронта над оккупированной Европой и сел на аэродроме в Северной Шотландии. После переговоров с британским руководством Пе-8 доставил советских дипломатов в Вашингтон. Затем, таким же путём, делегация возвратилась в Москву. Без всяких отказов и повреждений бомбардировщик совершил многотысячекилометровый перелёт, дважды пересёк океан, дважды линию фронта и дважды летел над территорией противника. Эта операция убедительно продемонстрировала возможности Пе-8 как сверхвысотной, сверхскоростной и сверхдальней машины. За успешное проведение спецперелётов в Великобританию и США, два пилота и штурман-бомбардировщика Пе-8 удостоились звания Героев Советского Союза. Остальные члены экипажа были награждены боевыми орденами. Военная судьба Пе-8 закончилась в 1946 году. Вскоре в полках дальнебомбардировочной авиации их начали сменять Ту-4. Несколько машин после войны использовались в полярной авиации и как летающие лаборатории для отработки новых двигателей, перспективных авиационных и ракетных систем. Пе-8 был первым в мире высотным, скоростным, тяжёлым бомбардировщиком нового поколения. Лучшие зарубежные машины того же класса уступали Петлякову по всем лётно-техническим характеристикам. Этот самолёт во всём опередил своё время. Лучшие зарубежные машины